Лежачих полицейских в центре Владимира раскритиковали в соцсетях. Напомним, накануне переход у центра ИЗО оборудовали искусственными неровностями. Так власти города решили обезопасить аварийную зебру. Изначально в городадминистрации хотели сделать приподнятый пешеходник. Однако госавтоинспекторы рекомендовали оборудовать подъезды к переходу именно лежачими полицейскими. По оценкам специалистов в сфере безопасности дорожного движения, именно такое техническое решение позволит наиболее эффективно обезопасить пешеходов на данном участке улично-дорожной сети. Впрочем, появление такой искусственной неровности на аварийном переходе владимирцы встретили без энтузиазма. В соцсетях люди оставляют немало негативных комментариев. Лежачие полицейские установили в 15 метрах от зебры с обеих сторон. По мнению многих водителей, искусственные неровности получили слишком пологими и не сделают переход более безопасным. Автолюбители писали в соцсетях, что такие неровности даже могут сыграть роль своеобразного трамплина перед идущим пешеходом. И что это поменяло? Он слишком пологий. По такому проезжать можно на высокой скорости. Надо было делать светофор или реальные бугры. Пешеходный переход остался на том же уровне, но теперь перед ним в обе стороны есть два лежачих полицейских. В чем была проблема сделать два в одном? Поднятый переход, чтобы в дождь люди не ходили по луже и одновременно лежачий. Теперь просмотревшая знаки будет сбивать пешеходов в неуправляемом полете. Браво! И это вместо приподнятого перехода, который был бы чище нынешнего, особенно осенью и зимой, сразу видно дальновидность администрации, заботу о жителях и гостях города. Ну как обычно, делают только тогда, когда уже что-то пару раз случится. А сбивали людей на переходе у центра ИЗО достаточно регулярно. Напомним, одна из последних аварий произошла буквально неделю назад. Иномарка сбила молодую девушку. Она прилетела несколько метров и приземлилась лицом об асфальт. Она выжила, но получила травмы. А вот осенью прошлого года там же произошла трагедия. На переходе погибла 30-летняя Дарья Марян.